Судьи Ущи Зейтунг, ФРГ, слабый рубль, высокая цена на нефть. Пауль Катценбергер. Судьи Ущи Зейтунг, Германия. 5 сентября 2018 года. С 1980 года в России в первое воскресенье сентября отмечается День работников нефтяной и газовой промышленности. Но стольких поводов радоваться успехам самой важной отрасли экономики страны как в прошлое воскресенье у Владимира Путина уже давно не было ни у одного руководителя государства. В приветственном послании, опубликованном на его странице в интернете, Путин не скупился на похвалу, благодаря вашему труду и труду ваших ветеранов, вашему опыту и ответственному подходу к делу. Россия уже давно является лидером в области добычи и переработки углеводородов и вносит огромный вклад в энергообеспечение мира. Удовлетворение, которое чувствовалось в словах Путина, было неподдельным. Только что пять самых крупных нефтяных концернов страны представили отчеты за прошедшее полугодие, и результаты превзошли самые смелые ожидания. По сравнению с прошлым годом совокупная чистая прибыль Роснефти, Лукоила, Газпромнефти, Сургутнефтегаза и Татнефти удвоилась, увеличившись в пересчете на евро с 7,6 млрд до более чем 15,2 млрд. Рост добычи нефти в России достиг рекордных показателей. Согласно официальным сообщениям российского министерства энергетики, в августе добыча сырой нефти отмечалась на уровне в 11,2 млн баррелей в сутки. Это почти столько же, сколько в рекордном октябре 2016 года. Тогда Россия спустя несколько недель после достижения этого высочайшего показателя совместно с другими страна-членами ОПЕК решила сократить добычу, чтобы создать стратегические резервы и стабилизировать цены на нефть. Сейчас нефтехранилища вновь полны, цена нефти марки Brent за прошедшее время выросла на 40% и достигла уровня приблизительно в 79 долларов за баррель. Страны ОПЕК в июне договорились постепенно вновь увеличивать добычу, поэтому в будущем деньги вновь заметно обильнее потекут в кассы российских нефтяных концернов. Парадокс в том, что они выигрывают от санкций, введенных ЕС и США против России после аннексии Крыма в 2014 году. Потому что из-за штрафных мер национальная валюта рубль до начала этого года потеряла приблизительно половину своей стоимости по отношению к евро. Затем случился инцидент со Скрипалем в Великобритании, а вместе с ним возникли новые угрозы санкций со стороны Запада. Рубль только за август вновь потерял почти 10% по отношению к евро. У ВР и Шелл производство стало дороже, у российских нефтяных концернов дешевле. Внутри страны нефтяные концерны обрели высокую инвестиционную способность. Производственные расходы российской нефтяной промышленности в долларовом выражении снизились. Потому что за ту же самую сумму в долларах они теперь могут нанять больше работников и закупить больше средств производства, говорит эксперт в области энергетики Ильдар Довлетшин из инвестиционного банка УОО «Тант Чампаны». Опасность того, что дальнейшие западные санкции все-таки навредят российской нефтяной промышленности. Например, если ЕС перекроет экспорт или заблокирует расчеты в долларах на международных финансовых рынках, российским экспертам в настоящее время кажется не слишком большой. В этом и Запад не заинтересован, говорит Довлетшин, потому что эффект от экспортных пошли на цену на нефть был бы при гигантских размерах российского нефтяного сектора очень велик. По словам эксперта, ЕС сам себе сильно навредил бы из-за его огромной зависимости от российских поставок и энергоносителей. А для Трампа нынешняя цена на нефть и так слишком велика, поэтому он приказал расконсервировать стратегические запасы США за несколько недель до промежуточных выборов. То есть похоже на то, что успешное развитие российской нефтяной промышленности продолжится благодаря западным санкциям. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.